Доброе утро, дорогие друзья! Приветствую вас в городе-курорте Анапа, в Джиматэ, секретная столовая. Так, как сюда пройти? Смотрите в конце видеосюжета. И я кину координаты под это видео, и даже вот здесь вот название. Просто перепишите их в ваш навигатор, он покажет конкретно эту точку, как сюда попасть. Потому что у этого места адреса нет. Мы сегодня здесь на завтраке, друзья мои. Смотрите, завтрак с 8.30 до 10, обед с 12 до 2 и ужин с 19.00 до 20.30. Здесь уже есть ребята, которые покушали, которые кушают, пока я здесь настраивался на съем. И вы можете увидеть, где мы находимся. Для тех, кто любит пищи небельные, сразу нажимайте, это не для вас. Тут про вкусную еду. Здравствуйте! Привет, привет! Здравствуйте! Как зовут вас? У нас все хорошо. Павел, Любовь. Любовь. Откуда вы приехали? Орехозовую. А где отдыхаете? А там через дорогу рядом. С Джиматэм, получается. Я ездила в деревню на 5 минутах. Как морюшко сейчас на Джиматэ? Ну, море теплое. То есть вы приехали, пошли есть? Да. Нет, я приехала вчера, сегодня мы шли. А я, мы по раздельности приехали. И встретились с Туловой. Волнистая. Покушать надо обязательно позавтракать, завтракать цветовое. Часто здесь едите? Часто, каждый раз, когда приезжаем. А, то есть тут постоянно питаете? Да. Понял, кому-нибудь привет хотите передать? Орехово-Зуево там? Привет, Орехово-Зуево всем, кто меня знает. Привет, привет вам обязательно. Спасибо. Те, кто меня знает, хорошего отдыха всем. Залобовались, ребят. Вам приятного аппетита. Спасибо за ваш отзыв. Так, друзья, вот допустим, посмотрим, что сегодня на завтрак есть. Оладьи со сметаной, со сгущенкой. Омлет с помидором 80. Запеканка 2 со сметаной 60. Сгущенка 60. Сосисков 10, 50. Яйцо вареное 10. Бисквитный тортик Наполеон 100 рублей. Сочник с творогом 50 рублей. Выпечка, блинчик с творог на штука 35. Блинчик с мясом на штука 35. Пицца 200. И лаваш с сыром 100 рублей. Напитки, чай, кофе, кусочек сочника, вот Наполеончик, вот такие огромные кусочки. В общем, все вкусно. А ну пойдем пробовать. Я уже все себе взял и заказал. Это уже ребята на завтрак собираются. Итак, самая важная в процессе у нас с вами просмотр, это дегустация. Я взял омлет, потому что я не видел такой подачи. Это формочка, и в нее сделан омлетик. Омлетик с помидором, с легким. Зелень на вкус прям очень хорошо. В прошлый раз мне сказали, что как-то сильно обрезал. Не хватило людям именно мукбанга того, что я ем. Очень как вкусно для любителей роллов. Я говорю, попробуем ролл с сыром. Очень вкусный ролл с омлетом. Это восхитительное. Блины лишние. Я вам честно говорю, вот с утра был полотный, прям очень хотелось есть. Я вот сел половиночку, сел процентов 70 омлетом. Я уже все, наелся. Но блины придется есть, мне их уже положили. Это очень питательно, ребята. И очень вкусные блинчики. То есть все-таки в меня влезло. Запоминайте эту дверку, не перепутайте стой. Потому что тут именно та самая секретная столовая. В ту сторону мы доходим до Олимпа. Либо в ту сторону до гостевого проезда. Так вот со стороны как-то выглядит. В прошлый раз я показывал вам со стороны Олимпа, как пройти. Сейчас вам покажу, как выглядит этот поворот. Ну, в принципе, с левой стороны рябиночка, я думаю, что не составит труда при желании найти это место. Друзья, если вы тут ели, обязательно поддержите нашу любимую бабушку своими комментариями. Потому что ей это будет важно для того, чтобы она могла кормить нас так же вкусно и прекрасно. И в дальнейшем я еще обязательно приду и на ужин. Здесь, видите, такой вот брус, в котором тут ходят люди влево-вправо. И вот совсем рядышком в Пионерской проспекте он находится. Вот он, проход к морю. Рябиночка, я думаю, вы все его узнали. Но отсюда уже не составит труда пройти немножечко в сторону и найти нашу секретную столовую, друзья. Редактор субтитров А.Семкин